В Красноуфимске в родительский день погиб пожилой посетитель кладбища. Помянув родных, 83-летний мужчина возвращался домой и оказался под колесами огромного самосвала. Трагедия произошла 14 мая около часа дня напротив ворот городского кладбища по улице Транспортной 1. Водитель грузовой автомашины Рено, двигаясь по улице Транспортной, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, рядом с регулированным перекрестком. В результате происшествия пешеход был выставлен в Красноуфимскую районную больницу, где впоследствии скончался. Как рассказала супруга погибшего Красноуфимца, на Радуницу ее муж отправился на кладбище к могилам родных. Направляясь в обратный путь, он должен был выйти из ворот погоста, повернуть направо и дойти до следующей улицы Чкалова, где расположены ближайшие автобусные остановки. Но пройдя всего 30-40 метров, он для чего-то решил перейти дорогу, хотя этого ему не требовалось. В момент его перехода перед светофором, расположенным напротив кладбища, скопилось несколько машин, и пенсионер решил проскочить между ними. По словам водителя тягача Рено, появление мужчины на пути его движения оказалось для него незамеченным и оставалось таковым до самого наезда. Подъезжал к перекрестку, горел красный, передо мной машины стояли, остановился, оставил расстояние небольшое. С перекрестка выехал, Hyundai X35 плотно передо мной встал и еще про себя заругался. И все, потом зеленый загорелся, только начал движение, чувствую, что-то руль дернулся, все сразу остановился. Тот окрикнул, на человека наехал, все, вот вылез под машину, заглянул, человек лежит, вытащил его, оттуда еще живой был, пытался помощь оказать. Вот тут инспектора сразу потоспели и сами все сделали. Пострадавшего с тяжелыми ранениями доставили в Красноуфимскую районную больницу, расположенную всего в полукилометре от кладбища. Однако спасти мужчину не удалось. Тем временем инспектора выяснили, что 45-летний водитель тягача Рено тем утром прибыл в Красноуфимск из Ревды с грузом щебня в полуприцепе Шмидс. Тау недавно рассказывал о начале работы ревдинского дробильно-сортировочного комбината на горе Змеевой, где добывают гранит и производят из него щебень самого высокого качества, используемый в том числе при строительстве трассы М-12 «Восток». Вот с этим самым щебнем рулевой маза и приехал в Красноуфимск. Разгрузился и направлялся в обратный путь в направлении Ревды, но благополучно из города выехать не смог. Трудниками полиции установлено, что водитель грузовой автомашины имеет 20-летний водительский стаж. В момент ДТБ находился треск. Кроме этого, выявлено ряд нарушений со стороны водителя грузовой машины. В основном они касаются технического состояния транспортного средства. Также было выявлено нарушение режима труда и отдыха водителя. По фактам выявленных нарушений водитель самосвала был привлечен к административной ответственности. Но продолжается проверка и на предмет возбуждения уголовного дела. За нарушение ПДД, повлекшим смерть человека. Избежать наказания за это деяние водитель Рено сможет, если дознаватели придут к выводу, что у него не было физической возможности своевременно заметить пешехода на дороге. Если переходивший в неустановленном месте старик оказался в так называемой слепой зоне грузовика. Косавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть максимально внимательными при переходе проезжей части и пересекать дорогу только в установленном и оборудованном для этого местах. Субтитры создавал DimaTorzok